Дождь и команда, бегом! Ну-ка, бегом, бегом, бегом! Языческие проводы зимы даже в окружении военной техники, далеки от армейской дисциплины и порядка. Юнг Балагуров не останавливает и дождь. Без разницы, если дождь идет, хоть гроза, все равно будет весело. Актеры подготовились и к любым природным проявлениям, соорудив специальные навесы и спрятав в тыл главный символ зимы. Перед началом языческого действа вспомнили и о высших покровителях. Конечно, в глубине души мы молили Бога, чтобы прошло все хорошо, чтобы он дал нам хорошую погоду. И вот вы видите, что окошко в погоде все-таки нам удалось. Уже четвертый год сотрудники Оксайского музея устраивают для школьников экспресс-масленицу. За пару часов умудряются сделать все, что древние растягивали на неделю. Старорусские игры специально адаптировали для современных школьников. Мешки с сеном заменили подушки, набитые пухом, а коромысла облегчили пластмассовыми ведрами. Все игры, как и положено, на ловкость, меткость и богатырскую силу. В этом году главного персонажа хитрую лису замещает домашняя коза, которая в начале весны начинает веселиться. Помогают ей в народных забавах ряженые с комарохи, медведи и дед с бабкой. Коза – это один из самых древних на Руси персонажей. И означало добро и процветание, и еще и богатство. Так что это такой очень громкий символ. Ряженые проводят праздничный ликбез. Что такое масленица и с чем ее едят. В понедельник встреча, во вторник все пекут блины, в среду идут ими лакомятся к любимой тещи. А в четверг – главный день масленицы. Народ веселится на праздничных карнавалах. Затем тещины вечерки, в субботу – заловкины посиделки. В последний день – кульминация. Сжигают символ зимы. Задаем деткам вопросы по ходу, что они знают по поводу масленицы. Вот почему блин? Пекут блин на масленичной неделе. Что это такое? Некоторые дети не знают, некоторые говорят – это солнышко. Форма блина и цвет – это солнце. Поэтому вот с удовольствием дети слушают, принимают участие. Готовить блины на всю Араву самостоятельно организаторы не решились. Угощение заказали в одном из местных кафе. В конце гуляний, как и положено, сожгли соломенное чучело. Екатерина Лободина, Юрий Санкин. Новости. Главное.